В этом году новый учебный год В этом году заселение студентов первого курса, оно немного затянулось В связи с этим, поэтому и большое количество вопросов от студентов старшего курса Потому что я поясню немного некоторую ситуацию, что согласно соглашению Между профсоюзной организацией студентов, между студентами администрации ВОЗа В приоритетном порядке места в деревне универсиады Представляются студентам первого курса бакалавриата и специалитета В соответствии все студенты первого курса, они заселены в деревне универсиады Таким образом в этом году при заселении получилась непредвиденная ситуация По словам Юлии Виноградовой, это случилось потому, что списки на зачисление студентов первого курса Стали известнее позже, нежели в прошлом году Если раньше, в начале августа, были уже известны список студентов первого курса Тогда было понятно уже количество мест, которые для них необходимы Поэтому в связи с этим затянулась эта процедура И соответственно студенты старших курсов стали уже позже видеть списки на заселение в общежитии В связи с этим возник определенный ряд вопросов, которые мы и решали Вместе с жилищно-бытовыми комиссиями институтов И сейчас продолжаем уже индивидуально у тех, у кого остались, решать эти вопросы Также ситуация с нехваткой мест сложилась из-за того, что в этом году заселяются в общежитие больше студентов, нежели раньше Ведь помимо первокурсников, заселить нужно было еще и студентов старших курсов К слову, как было сказано во время прямого эфира, процедура заселения продлится до 31 октября И сейчас, соответственно, мы проводим работу вместе с жилищно-бытовыми комиссиями институтов Согласно тем заявлениям, которые подали студенты старших курсов Продолжаем рассматривать заявления, ведем работу по уже оценке мест, по реальному приезду студентов Связываемся с ними и уже, то есть процедура заселения иногородних студентов старших курсов Она плавно продолжается и в этом году она будет продолжаться до 31 октября К слову, ситуация с дефицитом мест в общежитиях КФУ обслаливается еще и тем, что КФУ с каждым годом становится более престижным вузом Тем самым привлекая с каждым годом больше студентов не только из России, но и других стран Помимо этого, не стоит забывать и о том, что ни один вуз в мире не дает общежития всем своим студентам Нередко те, кто приезжает учиться из других стран, испытывают трудности с жильем и вынуждены снимать квартиры Однако еще несколько лет назад КФУ расселял 100% своих студентов Однако из-за вырывшего престижа вуза поток абитуриентов с каждым годом увеличивается И иногда возникают подобные трудности Также сложность с заселением студентов связана еще и с тем, что из-за коронавирусной инфекции, ударившей в этом году Иностранные и иногородние студенты КФУ остались в общежитиях до конца лета Так как границы страны были закрыты и руководство вуза приняло решение не выселять их ради безопасности их же здоровья После закрытия сессии большое количество иностранных и иногородних студентов уезжали к себе на родину И далее они возвращались уже ближе к концу августа, к началу учебного года В этом году фактически летом в общежитиях оставалось порядка 3000 иностранных студентов, которые никуда и не уезжали Их нет, тем не менее университет идет навстречу и по просьбе консульств ряда стран и по просьбе самих студентов Мы пока имеем возможность их оставить Мы работаем с ними, мы предоставляем информацию о том, каким образом они могли вернуться к себе на родину Тем не менее мы в этом смысле оказываем им поддержку Также во время эфира был затронут вопрос о том, как будет устроена процедура заселения для иностранных граждан, приехавших из-за границы По словам проректора по внешним связям, для таких студентов будет предусмотрена процедура 14-дневной обсервации в специально отведенных для этого местах Во время обсервации студенты будут учиться дистанционно Они должны пройти тест на ковид не ранее, чем за три дня до пересечения границы с Российской Федерацией При попадании уже в Казань, при приезде к нам сюда в город, они должны тоже пройти определенную процедуру Во-первых, эта процедура связана с прохождением 14-дневного обсервационного периода То есть в этот обсервационный период они пока не допускаются к очным занятиям в аудиториях университет Собственно, это удостоверяет, что заезжая на территорию Российской Федерации, минимален риск их уже заражения коронавирусной инфекцией Полную версию прямой связи можно посмотреть на YouTube-канале Универ ТВ, а также в записи на телеканале Универ ТВ 11 сентября в 19.35 Лев Диденко, Универ Ньюс